Так я так и не услышал, кстати, практическое занятие, да. Рука на коленке, ваши действия. Как бы не знаметь, колокольчик. Я думала сказать, ух ты, какая у тебя рука, дай подсмотреть. Мужчина это закомплексует сразу, что у меня, что у меня сейчас ходит. Ну, в принципе, да, от удара ушли, но как бы дальше трудно. Здесь еще идеи. У меня нет готового ответа, просто это семинар, мы изобретаем. Мужчина так отодвинется за чашкой, там, потянула за счет. Пролить кипятка ему на руку. Типа мимо чашки, такая ему на руку так вот. Ой! Не, классно, кстати. У вас есть один мужчина для эксперимента, не кипятком меня поливать, но просто я бы мог вам сказать, как бы, я бы, ну, неприятно, но я просто расхохотался, думаю, вы выдумщица, ничего себе, нормально. Понимаете? Почему расхохотался? Это не задевает мое эго. Понимаете? Вот эти тексты, типа, и рожицы, и козьи мордочки, да, типа, за кого вы меня принимаете? Они что-нибудь такое, знаете. Все, не хочу больше никаких свиданий, провались не провал. Я скотина, вот что ты сказала. Я похотливая скотина, вот твой текст. Ты святая, мы тут девочки ломаемся, уже нам, нам уже 38, а мы все девочек строим. Это то, что я в отмеску скажу. Ну, я не скажу, но я говорю, как мужчина. Наговорю гадости, потому что ты зацепила мое эго. А если просто ошпарил руку, это эго не цепляет нормально. Прикольно. Нормально, девчонки, забавно. Была золотая свадьба сколько? 25 лет, да? Это 50, да? Был хит. Это был хит. Помнишь, как ты на первом свидании мне руку ошпарила за то, что я тебя на коленку положила? Теперь у нас семеро детей. Так, супруги, знаете, думаю, ничего себе, как интересное отношение иногда начинается, да? Ты же мне кипятка специально налила на руку. Рисковала еще себе и коленку ошпарить. А она говорит, ну, отчет у меня хватал. И улыбается. Хотя было приятно. Говорит, было приятно, а ты торопился. Торопил события. Еще, кроме кипятка, еще давайте что-нибудь придумаем. Мне нравится, хороший вариант, мне нравится. Неприятно, но кипяток получает. Ну, нормально, с юмором. Еще? Попросите его салата положить. Ему руку придется занять чем-то. Салат можно положить одной рукой. Простите что-нибудь другое. Он под тарелку отец. Две руки. Он обопрется на коленку, чтобы до салата дотянуться. Еще повыше руку, потому что там надежнее. Да, ну, да, можно что-то как-то занять. Мирный атом называется, да? То есть атом в мирных целях, да, хорошо. И все. Сказать, что у меня не чешется коленка. Ой, нет, это грубо. Заденет, зацепит. Я знаю, что так делают наверняка, вы не придумали совсем это с небес. Но это зацепило уже, я дурак. То есть как бы, ну, то есть зацепило все. Мужчина уже напряжется. Кипяток лучше. А можно большие койки, кто-то отойдет. Бежать. Срочно надо уйти. Срочно уйти. Что вы говорите? Я могу индуться и сказать, что я, конечно, знаю, что у меня очень вытекательные коленки, но, может быть, как-то... Я сейчас не хочу это просто, я не готова. Я тебе сфотографирую. Что, что, что? Я тебе сфотографирую. Коленку? Нет, что он отнимает, вот сфотографирую. Да, вот хорошая. Вот, две руки нужны, да. Очень, да. Знаете, вы очень изобретательны. Вот, сфотографируюсь классно сейчас вот отчинуло. Да, 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 да. Потому что я не отвергаю, я просто не принимаю. Неутрал, неутрал ту борт, понимаете? Неутрал ту борт. Я не говорю, что ты скотина бахотливая. Куда лезь, жуки убери. Руки мыл вообще. Да, хороший, интеллигентный способ. Но это надо высший пилотаж. Вот это высокий пилотаж. Сказать что-то. Сказать так, чтобы не зацепить. Сказать, что... Даже некоторые женщины могут сказать, мне приятно. Я думаю, сейчас это, по-моему, не совсем. Не совсем время и не совсем к месту. Это приятно. Она не увезляет мужчину. Высший пилотаж. Женщина... Поэтому женщину называют приевадине. Мудрую женщину называют приевадине. Она готова сказать неприятные вещи приятным образом. Приятным означает, что мужчина может это принять. То есть это обошло его эго. Какой-то еще вариант был хороший еще, Саша? Что еще? Выйти куда-то в помещение, в понадобность. Выйти, да. Один духовный учитель, которому было уже лет, наверное, 70, больше. Когда ему начинали задавать провокационные, говорит, дурацкие. Не то что провокационные, говорит, а идиотические вопросы просто. Знаете, чтобы вот человека просто унизить как-то. Бывает такая аудитория, как все-таки невменяемые люди. Знаете, что он делал? Ну, было, ему 70 с лишним лет было. В этот момент, когда ему задавали такой вопрос, он говорил, так, замирал так, вот, и говорит, меня кажется, мама зовет, и уходил. Вставал и уходил, сидел на вьясасане, все, как бы, чинился гирлянды, учитель, давал лекции по описаниям. Вдруг кто-то начинал чудить в зале. Он говорил, извините, мне кажется, мама зовет. И уходил, все. Никому ничего не объяснял. Мама зовет. Женщина тоже может сказать. Мне кажется, мама зовет. Пускай думает, какая мама, где она. Ну, просто скажет. Это не цепляет эго.